Слава Иисусу Христу! Слава! Во веки! Брат Игнатий! Да! Факел Божий! Истина Господня даже сияет во всех! Аминь! Скажите, пожалуйста, брат, вы всем там говорили имена, что значит Леонид? Леонид, понимаете, переводится так же, как и Лев. Вот, допустим, Виктор... Аминь! Больше не надо ничего. Виктор, Николай. Вот, и это еще есть все это победитель, одно и то же слово. Больше не надо ничего. Аминь. Брат Игнатий, к вам есть обращение Господа нашего Иисуса Христа. Я не буду вам все объяснять, вы человек верующий. Возьмите, пожалуйста, Библию. Так. В руки. Или так прочитайте Откровение Святого Иоанна Богослова, глава 22, стих 6. 22, стих 6. Это сейчас же мы и сделаем. Так. Откровение 22, стих 6. И сказал мне, сии слова верны и истинны. И Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре. До конца. До конца. Се гряду скоро, блажен соблюдающие слова пророчества книги сей. И Иоанн видел и слышал сие, когда же услышал, увидел пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, что упоклонится ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывая слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще. И святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Ясим, Альпа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы видеть им, иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и долослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я, Иисус, корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят, прийди. И слышащий да скажет, прийди. Жаждущий пусть приходит. И желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язва, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги, пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит. Ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Аминь. Верите ли вы в это? Верю. Веришь ли ты, брат? Я до Бога обращаюсь на ты. Буду обращаться к тебе на ты. Веришь ли ты в это, брат? Что прочитал, тому верю все вы. Аминь. Помолимся. Аминь. Верую. Немало не собираюсь. Брат, дальше слушай. Что говорит Господь? Никита, подойди сюда. Есть? Ручка есть? Тебя, брат. Есть. Подсоедини вот тут потихоньку к крайнему. Да, есть. Есть. Сейчас я... Вот так. Все. Пиши. Пишу. Покайтесь. Но сначала так говорит Господь. Покайтесь. Так говорит Господь. Господь, приблизилось царство небесное. Приблизилось. Царство небесное. Приблизилось царство небесное. Небесное. Записал. Антихрист правит на земле. Его знаки. Деньги. Очки. Деньги, а потом что? Глаза, очки, очки. Я подумал, что ослышался. Не, не, очки. Это еще не печать Антихриста, только знаки. Это еще не печать. Только знаки. Не печать Антихриста, а только знаки. Кто прикоснется? Кто прикоснется? Просив Бога прощения и милости. Кто прикоснется? И дальше что? Знаком. Просив Бога милости и прощения. Что прикоснулся к знакам? Проси у Бога милости и прощения. Аминь. 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 Следующее. О молитве. О молитве. Совершать молитву в голос только Отче наш. Совершать молитву... В голос. Голос. Совершать молитву голосну. А, молитву голосом. Да. Только Отче наш. Молитву, молитву. Голосом. Только Отче наш. И потом голосом еще больше? Только Отче наш. Просьби, желания. Отче наш. Все через сердце и разум. Тихо через сердце и разум, через слезы. Хорошо. Я это все буду слушать когда. Я могу тогда переписать, чтобы время не затратить. Брать, я еще не закончил. Игнатий, я еще не закончил. Да, да. Так, элементы сатаны. Зеркало. Элементы. Зеркало убрать с ванных, с дома. Элементы, часы. Зеркало убрать. Зеркало убрать. Элементы, время, часы висят у вас на стене. Убрать. Так, еще что? Часы, часы, время. А, часы на руках. На руках не носить, на стене не повешивать. На руках на стене не повешивать. Убрать. Дальше. О еде. Потом. О еде пишите. Еда. О еде. Об еде. Об еде. Об еде. Запас только на один день. Запас только на один день. Морозилки, холодильники, все убрать. Морозилки, холодильники. Все убрать. Все убрать. Газированные воды, всякие крашеные воды не употреблять. Все, что крашеные. Бог дал нам воду для жизни. Только вода. Крашеные убрать. Это уже человек пожелает. Там чай себе сварить можно. Это уже дело. Только чай можно только на травах. И вот этот чай, который на пустах растит. Никаких больше смесей и всяких разводить нельзя. У нас все так и есть. Аминь. Для того вас и Бог избрал. Следующее. Для Игнатия Лапкина. Записывайте. Да. Все видеоролики убрать. Все видеоролики убрать. Проповедовать только Христа распятого. Убрать. Проповедовать. Только Христа распятого. Проповедовать только Христа распятого. — Ничего не объяснять. — Раз, в пятого. — Ничего не объяснять? — Ничего не объяснять. Имеющий ухо да слышит. Имеющий ухо да слышит. Бог любит только мудрых. — Имеющий уши да слышит. — Слышит. Бог любит мудрых. Бог любит мудрых. Об одежде. Об одежде. Одежда должна быть не двойная. Понимаете меня? Не двойная. Не должна быть двойная. Трусы и плавки не носить. Одел только свой срам, закрыл штанами и так живи. Трусы не носить? Нет. Будет двойная одежда, только штаны. Одел срам свой, закрыл и все. Плавки. Плавки, трусы, женщины в одежде одеваться. Исполнять, как мусульманки одеваются. У вас это вообще не исполняется. Ну не все исполняется из этого. Брат, ничего не объяснил. Игнатий, ничего не говори мне. Ты с бессами толку. Так, значит об одежде. Носить одну только пару. Одну пару. Никаких там подбивок, под каблуков. Ни в коем случае. Убрать все каблуки или там обчасы подбиты. Должна быть подошва одна и до сей. Каблуки убрать. Дальше. Так, об одежде. Одну пару. Одевать каждый день чистые. Чтобы не было пота. Так, еще раз повторите, как. Каждый день одевать чистые, чтобы не было пота. Одежду ежедневно менять или как? Нет. Но это не строгое указание. Это по желанию человека. Ну ладно, я тут не совсем понял. Одежду. Что по одежде-то? Одежду, чтобы каждый день одевать чистую. Чтобы приятно было. Это уже по усмотрению человека. В скобочках. По усмотрению. Человека. Так. Все записал? Кажется, все. Все остальное Бог откроет. Теперь мы можем порассуждать, брат Иначе. Вы представляете? Еще запишите. Еще запишите. Обо мне не свидетельствовать. Обо мне. То есть как? То есть речь идет о вас. Кто увидит этот ролик? Уже увидит, а увидит. Но его уже выставлять нельзя. Обо мне не свидетельствовать. Ну да. Но вот то, что мы говорим, это вы не против, что это все в интернете выставлено будет? У меня иначе... Брат Иначе, мы же говорили все видеоролики убрать. Ну это вы пока говорите. А как уж я сделаю, то как? Это не я буду. Это говорит Бог. Вам выставайте видеоролики и проповедуйте Христа распятого. И аминь. То есть я записываю, дальше я молюсь об этом, спрошу, а так сразу принять я это не могу все принять. Не надо осмыслить, помолиться. Брат, правильно, ответ правильный. Ответ правильный. Помолиться, как Бог предположит. Но Бог это рекомендует. Убрать. Из Фейсбука я все свое убрал. Ну может быть вы... Видите, что... Так, вы закончите все тогда, чтобы можно было поговорить. Все, да? Да, все закончил. Это можно даже назвать программа ваша. Это не моя программа, это Божья программа. Программа. Ну пока ваша, это уже... Нет, это не моя. Я передаю то, что мне Бог сказал. Ну ладно, так. Передаете то, что сказал Бог. Я так напишу. Не говорите на меня ваше. Я, ввиду Бога, обращаюсь на ты. Ко мне только на ты. Ну не получится так. Я привыкший уже. Меня трудно переходить на человека, мало знакомому, так. Это очень трудно. Это не грех. Да я не в грехе говорю, в привычке. Это привычка человека. Ну да, привычка, ты, говорит, ее гонишь в дверь, а она в окно лезет. Вот Жириновский такой важный человек, и все время голой рукой сопли вытирает. Платочка никогда нет в руке. Ну что, нормально это разве? А он сопли размазывает, здоровается с людьми. Пратя Игнатий, теперь послушайте немножко мое. Смотрите, Бог меня поселил в Америке в доме миллионера. Он сам миллионер. Его жена была парализована, я за ней год, и с чем-то доглядал. Говорил кушать, переворачивал ее, выносил. Все после нее нечистоты, все это. Я это делал два года. Она умерла. Теперь мне Бог сказал, доглядай этого деда, он ему 80 лет, до того часа, когда я тебе скажу, Боже, а как же деньги, как быть деньгами? Они тебе надо? Тебе есть указание? Ты жене отослал и дочери? Да, отослал. Заработал нормально? Да, нормально. До 50 тысяч. Хватит им на хлеб? Хватит. Но ты же заказал, что это знаки сатаны. Молись. Да, они будут обращаться к знакам, но ты молись Богу и проси прощения, чтобы им Бог простил, что он им этими знаками использует. Они тебе надо? Мне не надо. И я хозяину скажу. Он дает мне зарплату каждую субботу. Мне, пожалуйста, зарплаты не надо. Я только буду у вас работать за хлеб и воду. Он еще этого не знает, но я ему скажу в субботу. Дасть Бог жизни. Хай Бог помилует. Простите. А все остальное я не знаю, что будет. Бог распоражается. Глаза мне не надо. Очки. Я все очки был и больники я выбросил. Мне Бог дал зрение. Я вижу 100% читаю. Мне 61 год. Вам глаза не надо. Это не милость ли Божия или не суд? Идет на землю. Почему вы очки не носите, брат? Почему что? Очки не носите. Окуляры почему не носите? Ну, почему не носите? Я скажу почему. Вот я, допустим, плохо слышу. У меня прободеная там беда была. Перепонка проткнута. Но мне, когда я поехал в заграничные поездки, наш общий врач, он договорился все. Меня обследовали в кровавой больнице. И к кому-то очень хорошему сурдологу. И он там аппарат сделал. Все. Носить надо. Вот внутренне против я. Почему? Я знаю, как только начинаю пользоваться костылями, все. Я без костылей не обойдусь. Вот мне делает операция. О, я забыл, брат. Написано зеркала и протезы. Протезы все убрать. У меня нет протезов. Так вот я хочу... Напишите, напишите, допишите. Я забыл сказать. Элемент гордости зеркала, элемент гордости. Протезы все убрать. Помните Осию. Хотелось помочь там. Помните? Бог мертвил. Если Бог сделал инвалидов, значит ты инвалид. Ни никаких протезов. Искусственные ноги там все нельзя. Зубы вставные. Все этого нельзя. Зубы не надо, да? Ничего вставлять протезы нельзя. Зубы вставные. А если есть уже они зубы вставные, то что делать? Ну, уже так и будет. Вот у меня тоже вставные зубы. Но так меня Бог при этом застал. Я прошу Божия, это грех. Прости. Я буду просить милости Божьей, что мне простил. Но у меня вставные зубы. Взверху снижу. Я хотел сказать... Вот смотрите. Смотрите какие. Смотрите. Ну да. И нате, смотри. Ну, хорошие. Вставные. Хорошие, да. Но они вставные. Буду просить Бога. Прости, Боже. Это знак сатаны. Да. Но я буду проповедовать всем то, что... Всем. Мне только Бог сказал стать священником. Вам. Моим сынам. Мои два сына. И своей родне. Больше этого не говорит никому. Повтораю. Вам. Членам своей семьи. Своим сыновьям. И аминь. Ну, если это никому нельзя говорить, так тогда я... Вам можно. Вам можно. Вам можно. Вы... Вы... Учитель Христа. Видите как? Я... Вижу. Относительно зрения, вы сказали, впереди очков не надо. Почему я не ношу? Вот я был в Германии когда. И там бабушки собрались со слуховыми аппаратами. И они согласились. Как только стали пользоваться, слух стал ослабевать. Ослабевать стал. Я брал с собой, допустим... Мне уже сказали, Москва-то, Москва, патриархия разрешила со мной встретиться в Финляндии. Я аппарат взял, потому что я буду там среди священства. И кое-что не раз слышу, я взял аппарат. Но ни разу не воспользовался. Он у меня есть. Я его надеваю тогда, когда по-другому нельзя, далеко. И сразу снимаю, потому что он ослабляет вот очки. Я провел за компьютером за 9 лет больше 30 тысяч часов. И сегодня я провожу за компьютером от 14 до 16 часов. Ясное дело, что зрение пережженное. Но очки не надеваю. Почему? Брата Игнатий еще забыл. Допишите. Запишите там, где элементы. Все видеоролики убрать. Все книги свои в подвал. Книги в подвал. Подвал. Все свои объяснения. Они уже свое дело сделали. Книги в подвал. Остается только одна книга. Библия. Библия. Я записал. Аминь. Остается в подвал. Брата Игнатий, теперь такой вопрос. Вы представляете, если знак взять сатаны, никто же в это не поверит. Как-то без того ходить. Все люди одевают очки, чтобы читать Библию. А очки одевать нельзя. То это еще полубеда. А когда исчезнет Слово Господнее, будете от моря до моря уходить. Вот это будет горе. Это только предупреждение Божие. Если одел очки, ты взял знак сатаны. А деньги, если тебе взял. Значит, на отношении, например, вот у меня дочь и дочь, и зять есть. Они живут в Чехии. Вот я ей должен объяснить. Она член семьи моей. Она скажет, папа, как мне жить? Как жить? Живы за мужем. Он должен покупать хлеб, питать тебя. Но он же будет за деньги. Да, будет пользоваться деньгами. А ты проси у Бога, пусть простит ему. Мы все время, как народились, обвиняли Еву. Ева, Адам виноватый, Адам виноватый. А теперь все перевернулось. Жена будет просить Бога за Адама, чтобы простил Бог грехи, чтобы он пользуется знаками сатаны. Ему надо ехать на машине. Да, надо ехать. Но ему очки надо. Одевай. Но ты взял знак сатаны. Жена молится. Боже, прости, что он этот знак. Купи мне воды. Вы знаете, это идет катастрофа мира. Приближение конца. Это еще не конец. Приближение конца. Понял, брат Игнат? Услышал. Аминь. Я услышал. Но теперь нужно мне размышлять, проверять, советовать, молиться об этом. И написано, что Бог дал мудрость человеку. Ну, да. Потому что у Соломона написано, Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Аминь. Аминь. Это не каноническая книга, но все равно. Брат Игнатий, помнишь, как страдали старцы? Вот они это все просили у Бога. Они ели, одним сухаром питались. Одежда была у них, одна мантия. Вспомните, как старцы жили, монахи. Это мы против монахистов. Но как жили мы? Это просто мы рассуждаем. Но Бог это услышал праведнику. И вот на землю оно пришло. Но в это никто не поверит. Но поверили вы, почему я к Богу обратился к вам? Вспомни первую любовь. Это не то, что переходить в 50-ники еще. Вспомни, просто вспомните первую свою любовь. Где вы обратились к Богу, а вы обратились к 50-нику. Правда? Да. Аминь. Ну, как обратился? Я получил Библию. Ну, получили Библию. Первое я коснулся Евангелия. Я верил с самых малых лет. А Евангелие, что я не знал. Вы обратились к Богу. Вот там в 50-нику, правда? Да. За все привез покаяние. Вспомните. Вот это вспомните. Обращение к Богу. Вспомните. Это была моя первая беседа, когда приснился. Вы мне приснились. Вы помните разговор? Да, помню. Вот ответ Божий. Для чего? Вы все делали правильно. Вы все это исполнили. У вас деньги есть наличные? Кто? Что? Как-то там... Деньги у вас есть наличные? Ну, какие у меня наличные? У меня пенсия минимальная, как пенсия бомжа. Мне не давали нигде работать в государство. Аминь. За 35 лет у меня пенсия, по-вашему считать, 120 долларов в месяц. Ну, вот смотрите, вся ваша деятельность была. Где-то деньги на том... Вы к знакам не прикасались. Они где-то там на электронном виде. Да? Да. Вот я в одном месте попросили, к ректору зашел. Я в пяти университетах вел занятия. И ректор говорит, тут бизнесмены собрались местные, краевые. Ну, и попросили, чтобы для них специально проводили занятия. Потому что уровень далеко не тот, который надо. Ну, и я говорю, ну и что? Так вот, они избрали вас. Как я? Я никто. У меня, я говорю, образования духовного нет. Нет, они много знают про вас. Брат Геннадий, постой, постой, постой одну минуту. Еще по иконах есть повеление. Смотри. Помнишь ли, проповедь, иконы – это изображение? Да. Вот смотри. Че это изображение? Ну, и так я догадываюсь, что у Господа нашего Иисуса Христа. Вот это чье изображение? Так, подожди, тут не уже. Я думаю, что это святители Христова Николы, мирликийского чудотворца. Нет, аминь. Смотри. Оно все изображение без украшения. Да. Без украшения. Мы, вот это изображение разрешает Господь. Но украшать его золотом, там, этого нельзя. Вот такая простая фотография. На себя смотреть в зеркало нельзя. Можно. Только если у тебя колода в глазу. Колода в глазу. Но колода в глазу никакой, когда она будет. Значит, не смотри в зеркало. Так, у меня сейчас будет разговор. У меня на очереди стоит Молдавия. Я почему иногда не отвечаю. В это время у меня идут беседы где-то с кем-то. Мы сейчас с вами расстанемся. Два вопроса. Пожалуйста. Ну, вы... Вопросы-то, мои вопросы к вам. Если я из этого приму только одну десятину. Десятую часть того, что сказано. А остальное мне не под силу. То это наша последняя встреча. Вы больше не придете? Я скажу вам так. Ой, Господи, прости за я. Я отказался. Ну, вот и попался как раз. Вы сказали. Да, ну, сатана подловил. Сатана подловил. Брат Игнатий. На этот вопрос могу пойти. Только как мне скажет Господь? Ну, вот я и хочу сказать заранее. Поэтому нам нужно сейчас с вами по-хорошему поговорить. У нас хорошее отношение. Мы с вами сложились. И по-хорошему проститься. И будем друг от друга молиться. Аминь. Вот. Что я скажу спешно. Не надо торопиться. Выносить какие-то решения. Но мое отношение к вам нисколько не изменилось. Вот на это положение. Как мы встретились. Вот. Да, смотри. У меня кожаный поясок. Ага. Мне его дал Бог. Я иду в подвал хозяина. Подвал большой тут. Я смотрю. Висит. Висит. Слухайте. Вот кожаный. Натуральная кожа. Ремешок. Да, да, да. Слава Богу. А вы его надели-то, чтобы пояс был. Но. Я его надел. Как человек подразованный. Я его одеваю и не расстаюсь. Вот. На нем надо дырочки сделать. И замечать, как дырочки будут уменьшаться. У меня на квартире жил священник. Его запретил архиерей. А у него живот был даже больше вашего. И он у меня пока жил. На три дырочки уменьшил. О, у вас крест какой хороший. Что он мне подарил Бог? Это принесли в дом. И он на три дырочки уменьшил. Потому что он пойдет на работу. А работать устроился на стройку. И возьмет один, кто-то ломает хлеба. А работать тяжело. И у него живот стал быстро убывать. И он уже месяца через два на три дырочки меньше. Я с одним сидел в одной камере. Он обратился, покаялся в камере. И нас сразу отделили, чтобы других мы не заражали. Христианским учением-то. Отделили в подвальном помещении. Володя Редкин. Владимир Прокопьевич. И вот я хочу закончить мысль. А у него живот такой, говорит. Говорит, ну, просто никуда не годится-то. Ну, я ему все рассказал. Так он объявил такой пост. Недели через три у него ничего не осталось. А пищу-то подают и за нами в очко смотрят. Так мы достали чашку пустую. Он кашу туда сонет. А над пустой чашкой рукой машет. Как только отойдут, он в туалет и говорит. Господи, прости меня, пускай рыбки едят. Все с него сошло. Так он переписывал то, что давал Евангелие. У него на руке мозоль была, производственная травма. Вот мы увидели, что у нас тут такое. Мы поем, главное, вдвоем-то. А люди, а другие из других камер кричат. Еще пойте. Ну, а я какой певец-то. Так нас разделили с ним. И как только ведут, и на прогулке встретимся. Слава Иисусу Христу. Не Украине, а слава Иисусу Христу. Вовеки слава. Лаудету Иисус Христус. Аминь. Аминь. Так, я заранее, как бы это, ну, хочется себя добрые воспоминания оставить. Вот есть такая картина Иуда Бен Гур. Очень хорошая. Вера перво-христианская начинается только. Борьба зла и добра. Иуда Бен Гур. 11 Оскаров только имеет. И вот они, сидя там в этой темнице, арестованы невинно, заразились проказой. И когда освободился их сын, они не хотели его видеть, чтобы он запомнил их такими, какими они были. Они таились. Но Господь исцелил их потом, когда они молились. Так вот я хочу по этому пройти. У нас хорошие отношения. И мы с вами сейчас, может быть, прощаемся навсегда. Я что, прямую, умножить одну десятую. Потому что у меня через интернет обратилось столько людей, через наши ролики, самые простые, это Бог делает. Кому одному подходит, кто может вместить, Господь добавлял, кто может вместить. Это уже выполнено, исполнилось. Оно уже не надо. Проповедуй Христа распятого. Ну, а я Христа распятого проповедую. Оно свое сделало. Брат Игнатий, оно уже свое исполнило, выполнило. Уже заполнилось. Полнота. Мы начали стихать, читать. Читать, вы думаете о том, что откровение, последняя глава, Бог открыл нам. Мне и вам. Остальным Богом не дано никому. Только по вере будет. Будет по вере. Я поверил, и вы, Боже, прости за я. Вот что удивительно. У меня очень много людей. Ну, там, четыре тысячи с лишним, с половиной, друзья. Было десять тысяч. Я, который меняет аватар, на что-то вместо себя ставят. Или в темных очках, я всех вычислил, убрал. Раз они прячутся. Не надо. Я сейчас гляжу, вот столько много, но подтянулся и прямо вошел сейчас, ко мне же звонит, видимо, человек, который привязан к тому, что, о чем вы говорили-то, везде все, где знаки, он видит, что там шестерка. Он сейчас шестерит, буквально ужасно. И главное, он подтянулся к нашему разговору, а он не знает о нем. В этом тоже знак. Это еще не знак Антихриста, не печать, только знак. Конечно нет. А он отрекся от всего без паспорта, ему никуда нет. Устроиться сначала неизвестно, что будет. Да еще и определения нет, его просто выселят отсюда. Ну, что об этом говорить-то? Если было бы, главное определить или не продать, не купить. То есть голод будет. Смотрите, у меня есть паспорт. Ну да. На нем знак. Знак сатаны. Так. Вопрос. Но я не получил разрешение Бога, что с ним делать. Выбросить его. Но у меня денег нет. Я буду работать... Господи, прости за это. Буду работать только за хлеб и воду. Так. Я не знаю, че я встречусь своей женой, че встречусь своей дочерью. Я не знаю, как Бог... Как Бог сделает. Да. Мой вам совет. Пока это иго, неудобно носимо это, не возлагайте ни на жену, на детей. Вы можете их потерять. Ни в коем случае. Я даже... Господи, прости за... Я прости, Господи. Справа налево креститься надо. Вниз, потом на правое плечо, потом на левое. Так, слушаю вас. Вниз, да. Им говорить это не буду. Не положено. Бог запретил. Вот я, видите, заранее, как бы я уже вам говорю, чтобы этого не было. Потому что, ну, неудобно носимо. А Господь как? Сказал? Продай. Вот это все включается в то, что продай, раздай. Кто может вместить? На всех Христос не наложил. Это иго. И поэтому некоторые все продали, как Антоний. Бросили, как Павел Препростый. Увидел мужика, заходит домой, она любуется с чужим. Он говорит, не волнуйтесь. Так, тебе она нравится, нравится. Он говорит, у меня шестеро детей, бери, корми. Повернулся и пошел к Антонию в пустыню. А в пустыне-то монахи, вот это они все выполняли. У них не было ничего. Ни протезов, ничего не было. И что интересно, он в пустыне поселился, ничего нету. И вдруг три пальмы выросли. Пробился ручей, и потекла вода. И он там жил. Умер, все исчезло. Брат Инатий, мне открыто молиться вот так. Я поменять не могу. Ой, я просто, прости за я. Я ничего, просто я подумал, что ошиблись вы. Не спокушайте меня. Ну, 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 ну. До свидания. До свидания. С Богом. С Богом. С Богом. Все хорошего. Исполняйте то, что Бог сказал. Благословю вас, Бог. Да, с Богом. С Богом.